Далее мой коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. На островах досрочно капитально отремонтировали более 30 домов. Работы в них были запланированы на следующий год. Больше всего зданий привели в порядок в областной столице – 17. Всего опережающий темп охватил 10 районов. Среди них Хомский, Тамаринский, Невельский. В них отремонтировали по три дома. По два – в Александровсахалинском, Долинском, Корсаковском и Курильском. Не обошли изменения стороной МКД в Ахинском и Южнокурильском районах. Сахалинский государственный университет планирует открыть новые программы подготовки. Это намерены сделать в будущем году в период приемной кампании. В направлении «Прикладная информатика» появится профиль автоматизированной системы обработки информации и управления. Техносферную безопасность обогатят пожарной безопасностью и менеджментом техносферной безопасности. Расширят обучение о социальной работе. Об этом заявил ответственный секретарь приемной комиссии университета Александр Богдасарян. Аэрофлот открывает продажи субсидированных билетов для дальневосточников. Они начнутся 14 декабря. Об этом говорится в уведомлениях, которые получили авиакассы. Информационное агентство КАМ-24 сообщает, что будут работать разные программы для дальневосточников, инвалидов, пенсионеров, студентов и многодетных семей. Ожидается, что стоить перелеты будут не дороже, чем в этом году. В Южно-Сахалинске готовят к открытию елочные базары. Торговые площадки появятся на следующей неделе. Их будет пять. Купить главный символ Нового года можно на Тихоокеанской, Сахалинской, Емельяново, Комсомольской, а также в районе перекрестка проспекта Мира и Сахалинской.